Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь! Кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. В одном из прошлых видео я вам показывала вот эту орхидею реанимашку, которую мне отдали, чтобы ее восстановить. Мы с вами срезали все цветоносы, обрабатывали корни и пересаживали. Я вам тогда показывала, что ни в один из горшков не могу вместить корни. Здесь настолько много корней у этой орхидеи. Поэтому один из вазонов, в которых у меня стоят орхидеи на мокрых пяточках, паяльником внизу я сделала дырочки и пересадила вот в такой, ну уже не вазон, а горшок. Ссылочку на то предыдущее видео оставлю в описании под этим видео. А сегодня мы с вами проведем полив этой орхидеи. И сразу отвечу на один из комментариев под прошлым видео, почему я сразу после пересадки не полила эту орхидею, если у нее проблемы с тургером. Никогда сразу после пересадки мы орхидею не поливаем. Любая пересадка это стресс. Даже если не обрабатываем корни, а в данном случае корни все-таки были обработаны, хотя и немногие, там есть микротрещины. Поэтому правило такое, мы пересаживаем орхидею с влажными корнями в сухую кору и поливаем орхидею до пересадки. Можно за день полить орхидею, за несколько дней, то есть смотрим по обстоятельствам. А уже следующий, первый полив после пересадки производим через 3-5 дней. Также зависит от того, сколько и как было обработано корней, были гнилые корни, либо не были. И первый полив орхидеи после пересадки я люблю проводить, уже рассказывала вам, янтарной кислотой. Янтарная кислота это регулятор роста орхидеи. Мне очень нравится, я вижу результаты от такого первого полива. Орхидей этим средством, потому что активируются жизненные силы самого растения. Самая главная функция это выработка энергии, защита клеток растений от вредного воздействия, а также участие в процессах клеточного дыхания. Этот препарат направляет свое действие в те области, где это необходимо. Замечательно, что препарат не накапливается ни в самом растении, ни в грунте. Раньше мне казалось вообще, переборщить с этим препаратом невозможно. Но скажу так, на собственном опыте возможно. Не надо пробовать, проверять. Я как-то проверила, у меня орхидеи просто пожелтели листья. За много я просто дала, уже каждый полив давала янтарную кислоту, так мне хотелось помочь орхидеи. Нет, нельзя. Все-таки один, максимум два раза в месяц больше его использовать не стоит, этот препарат. Для приготовления раствора, используя теплую отфильтрованную воду, дозировка идет для полива полтора миллилитра на один литр воды. Это вот этот такой янтарин ВРК, жидкая формула. У меня здесь 0,75 литра воды, поэтому я буду использовать только один миллилитр этого препарата. Замечательно проводить полив орхидеи этим препаратом в тех случаях, когда необходимо помочь растению адаптироваться после транспортировки, после пересадок. Используется для реанимации орхидей, потому что ускоряет регенерацию самого растения и повышает устойчивость к неблагоприятным факторам, стимулирует корнеобразование. Но, как я вам сказала, несмотря на то, что не накапливается в самом растении и в грунте, что слишком, то не здорово. Поэтому не надо перебарщивать один-два раза буквально в месяц. Беру глубокую емкость, ставлю сюда горшок и будет мой классический полив по краю горшка. Вот таким образом поливаю орхидею грунт новый, кора еще не влагоемкая, поэтому первое время оставляю постоять в этом растворе в воде, когда буду поливать орхидею чуть дольше, то есть где-то минут на 15, чтобы сама кора взяла в себя воду. Так, вот таким образом с одной стороны под листочками по краю проливаю и с обратной стороны буду делать то же самое. Всю эту лейку на 0,75 миллилитра я полностью вылью и использую весь этот раствор. И пока кора у меня стоит в этом вот растворе, видите, вот напитывается, так как у этой орхидеи есть проблемы с тургором, то сегодня мы будем решать вторую проблему, как восстановить тургор листьев у этой орхидеи. Мы видели, что с корнями все замечательно, поэтому тургор должен быть восстановлен здесь, ну как бы беспроблематично. Первое, что я сейчас сделаю, кроме полива, это буду проводить опрыскивание по листу. Очень рекомендую перейти, посмотреть, у меня есть видео о том, как повысить эффективность опрыскивания орхидеи, то есть какие там есть правила. В первую очередь я протерла вот эти листы уже с одной и со второй стороны. Опрыскиваем мы орхидею по листу чистому, не пыльному. Далее можно использовать для опрыскивания, опять же, янтарную кислоту, можно использовать и пинт для опрыскивания, комплексные удобрения многие можно разводить, чтобы проводить опрыскивание. И опрыскивание мы проводим, видите, внизу листа и сверху листа. С двух сторон мы проводим вот эти опрыскивания, вот таким образом. Опять же, в рамках разумного слишком много не надо, и смотрите, когда опрыскиваете, у меня, видите, очень-очень мелкое деление, и на листиках остается буквально такая пыль. Я бы сказала, не крупные капельки. Я все подбирала, подбирала опрыскиватель, но ничего лучше, чем вот, видите, от использования капель, спрей, это для носа был, никакого лучше флакона я не нашла, потому что там крупные очень капельки остаются. А здесь, вот видите, спрей, мелкое-мелкое идет деление, очень удобно. Ссылочку на видео о том, как подготовить растение к опрыскиванию, как добиться максимального эффекта от опрыскивания, оставлю в описании под этим видео. Такие опрыскивания я сейчас буду проводить, наверное, каждый день, буквально один раз в день. Но смотрите, чтобы не скапливалась вода в пазухах листьев и в точке роста, чтобы орхидейка не загнила. Прошло 15 минут у меня, даже чуть-чуть больше прошло времени, корни напитались, кора взяла влагу, и видите, листы, которые я опрыскивала, они уже практически сухие. Я вот чувствую, что они немножко влажные, но даже вот капелек уже нет. Теперь я вот этот горшок, так как из вазона сделала горшок, видите, здесь есть дырки, пускай стекает, поставлю в другой такой же вазон. Вот. Внизу можно налить водичку, и тогда орхидея, это как раз будет стоять по принципу мокрых пяточек. Вот если вот сюда вот вниз налить водичку. Чуть попозже я это сделаю. Но сейчас я это делаю с той целью, чтобы я могла поставить цветоносы для орхидей, поднять листья. Много раз показывала, что если мы физически закрепим эти листья вверх, то восстановить тургор будет намного быстрее и проще. Опять же, при условии, что нет проблем с корнями. Видите, я их поднимаю с одной стороны, то же самое сейчас сделаю с другой стороны. Вот таким образом. Ставлю держатели для цветоносов и поднимаю вот эти листья. Смотрите, так. С той стороны красиво, видите, все листья получилось поднять. Здесь нижние листья. Если мы поднимаем, то верхние листья, они маленькие, поэтому они не достают. Сейчас, наверное, поставлю еще один держатель и закреплю тогда уже вот эти листья на другой держатель, чтобы они тоже все-таки физически их как-то поднять. Смотрите, как получилось. Листья вверх, листья держатся, держатся. Это поможет орхидеи намного быстрее восстановить тургор. Плюс ко всему опрыскивание. Каждый день у меня будет по листу. Внизу, скорее всего, я налью, вот здесь вот есть промежуток, долью воду, чтобы орхидея стояла над водой, это также повысит влажность. И вот сейчас верну мох. У меня мох здесь уже лежал, но перед полемом я его убрала. Как раз он такой влажненький. Так. И возвращаю мох, чтобы сверху закрыть вот эти корни, которые есть и которые находятся не в грунте. Вот таким образом. Это также повысит влажность. Мы видели, что здесь гнилых корней не было. Проблем с гниением у этой орхидеи нет. Поэтому тут только был вопрос в том, что был неправильный полив и надо отрегулировать полив этой орхидеи, поднять влажность. В принципе, что я и делаю, когда я восстановлю эту орхидею. Я думаю, что это будет недолгий процесс, потому что здесь вопрос только, чтобы пошли корни в рост. И орхидея восстановила тургор. То я верну эту орхидею хозяйке. Так. Следующий полив этой орхидеи я планирую провести комплексным удобрением. Все. Вот так. Покажу, как только эта орхидея восстановит тургор. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока.